Блядь, работаю я нахуй, а тортик какому-то уёбку, блядь. Вот опять аварийная скрутка. Я ничего не путаю? Нет? Я забываю. Ладно, записывайте. Вот, хотя бы здесь с электрикой, я уж не знаю, как это назвать, но старые провода остались, вот они в таком были состоянии совсем недавно. И вот. Переподключили, проводочки тянутся по влажному подвалу. Вот у нас тут... Что? Нет, что-то просто болтается, рукожопость. И вот у нас такие вот замечательные. Сюда идёт, потом идёт. И оп! А здесь опять... Скрутка. Ага, всё. Электрику увольняем. Нет. Алло. Ольга Ивановна, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Анатольевич, я пресек в Северо-Западном. Ну, знаете... Читаю вашу жалобу. Очень неожиданно. Да нет, просто скажите, в чём проблема у вас. Приняли решение о переносе сроков одних, работ, которые они нам хотели навязать, а сделать электрику, которая не ремонтировалась ни разу, пожароопасная. Было принято решение. Ну, было принято, значит, должны выполнить. Нет. Вот я не знаю, как с этим разобраться или подавать на... Разобраться очень просто. Если, значит, у вас не устраивает фонд капитального ремонта, вы берёте, организовываете спецсчёт и сами занимаетесь капремонтом. Спецсчёт пятиэтажных? У меня очень много таких, значит, вариантов и примеров, когда хорошие председатели Советов домов, соображающие, которые понимают, берут спецсчёт, заводят и сами делают капремонт. Это же ваша собственность. Я понимаю. Ваш дом – это ваша собственность. Здесь не всё легко так в пятиэтажках. Нет, я вам говорю, что у меня есть примеры, где толковые председатели, они сами делают капремонт. Это я так, это для информации. Какой же молодец наш префект Пашков из префектуры Северо-Западного административного округа. Он даёт такие замечательные советы, что нам делать со своими деньгами на капитальный ремонт. Он предлагает всем создавать спецсчёт на капремонт. И говорит, только умные, ответственные председатели Советов домов создают такие спецсчета. Ну вот я один из них. Много лет назад, году я так в семнадцатом, я организовал спецсчёт в доме Паршина А31 корпуса. Это далось непросто. Мало того, мы даже провели общее собрание, выбрали вид работ, замены электрики, потому что за 50 лет в доме ни разу не проводился капремонт. Аварийная у нас система электроснабжения. Мы решили её заменить в первую очередь. Провели собрание, выбрали подрядчиков, ПСД на исполнение. Ой, извините, проектно-смертная документация. Подумайте, что я ругаюсь. На ПСД потратили 250 тысяч. Эти деньги пропали, потому что срок годности ПСД вышел. А к работам жилищник организацию не допустил. Отказался подписывать договор и переводить деньги на закупку оборудования. Это длилось два года. В итоге цены выросли. Подрядчик отказался выполнять работу. Им ещё поступали угрозы. Тогда я обратился уже в жилищник. Я говорю, ну окей, если вы не хотите, чтобы кто-то делал за 2 миллиона 800 у нас нас стоил капремонт. Плюс 250 тысяч на ПСД. Давайте сами посчитайте. Они то же самое посчитали уже на 8 миллионов. Я говорю, окей, проводите собрание. И узаканивайте свою смету. Они этого делать не стали. Они сказали, ну вам надо, вы и проводите. Понимаете, это управляющая компания. Государственная, бюджетная. Организация, которая была создана префектурой Северо-Западного административного округа. То есть Пашковым. Пашков полностью отвечает за рукожоп и жилищник, который сорвал капремонт в моём доме. Хотя я сделал всё по закону, как советовал господин Пашков. Умный дядечка, который всем говорит, как надо делать. Пашков, а вы сами хоть что-то сделали? Сами. Без административного ресурса. Сопротивляясь негативным отзывам. Идя напролом практически. Потому что все госструктуры мешали. Даже департамент госимущества проголосовал. Воздержался. Воздержался. Я у них в ногах валялся. Я сутки провёл у них в ногах, чтобы они изменили своё решение. Они отказались. Мне пришлось продолжать работать с жителями. И я сумел насобирать две трети от всех жителей. Мы выбрали ту организацию, которая должна была нас спасти, сделать нам качественный капремонт под нашим присмотром, как прописано в законе. Но благодаря Пашкову и его жилищнику, рукожопому жилищнику, наш капремонт сорвался. Единственное, мы не допустили ФКР, который уничтожил бы наш дом. Мы бы там не смогли бы никак влиять. ФКР – это рабство, крепостное право. Спецсчёт – это возможность нам, собственникам, которые всё это оплачивают, держать под контролем наши расходы. В этом была цель – показать людям пример, что можно за меньшие деньги раза в три, чем это делает ФКР, и по качеству раза в два лучше сделать капремонт, которым будут довольны. Но жилищник нам это всё сорвал. Спасибо, господин Пашков, за ваши умные слова. И, кстати, если в доме уже проводился капремонт, и с него списали деньги, и эти деньги превышают ту сумму, которую жители успели оплатить в ФКР, то прежде чем перейти на спецсчёт, жители должны вернуть долг за некачественные работы и завышенный ценник. Так что это рабство и крепостное право, господин Пашков. Нельзя просто так уйти на спецсчёт. Нужно вернуть те деньги, которые на жителей повесили. Под вашим присмотром за некачественный капремонт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok